Елену из подмосковного Обнинска в дом матери и ребенка жизнь одна привез родной дядя. Девушка На тот момент была наркозависима. К тому же выяснилось, что она еще и беременна. Когда срок достиг пяти месяцев, ее родные поняли, что дальше тянуть нельзя. По сарафанному радио узнали, что по Тверю есть такое уникальное место, где готовы принять наркозависимую, да к тому же еще и беременную. Это единственное место, куда действительно могут приехать мамы со всех городов, со всех районов, отовсюду. И так и приезжают. И приезжают, и им помогают здесь. И на самом деле помогают. Я уже прошла свою реабилитацию здесь. У меня был выпускной. Здесь я и родила. Моему ребенку, моей дочке, 10 месяцев, 11 идет. Слава богу, она здорова. У меня другая жизнь совершенно. Я благодарна этому дому. Сейчас Елена уже сама помогает пребывающим сюда мамам избавиться от зависимости. Она особенно отмечает, что для них очень важен именно ее опыт. Когда ты видишь человека, и не одного человека, а действительно множество людей, которые это помогло, и которые были в ситуациях намного хуже, нежели чем ты приехала сюда, и своими свидетельствами это все рассказывают, ты это слышишь. И ты находишься рядом с ними, и действительно, и смотришь, как они живут дальше. И это действительно, это самая большая и правильная такая таблетка. Проект «Жизнь одна» реализуется уже 6 лет. Здесь вытаскивают из трясины наркомании и алкоголизма маму с маленькими детьми, тех, кто попал в бедственное положение, беженцев и тех, кого избивают в семьях. Основная задача дома матери и ребенка – борьба с сиротством. Все это очень, что называется, зацепило известную исполнительницу Татьяну Славянскую, которая занимается благотворительностью уже много лет. Я знаю, как тяжело стоять у истоков чего-то. Это очень сложно. И, конечно, вот Анечке, руководителю этого проекта «Жизнь одна», я понимаю, как ей нужна поддержка словом, делом, и какая-то финансовая поддержка нужна. Поэтому, ну вот от того, что это молодой достаточно проект, ну может быть не совсем молодой, может я могу и ошибаться, но то, что нуждается в поддержке этот проект, это абсолютно точно. Это первое. А второй момент, очень важный, я хотела бы отметить, это этот проект ярко презентует проблему материнства. Потому как много о матерях говорят, что нужно помочь, многодетным семьям нужно помочь. Но вот так точечно, как я бы сказала, есть мамы, которые, вопреки своим близким, например, сохранили ребенка своего, не стали делать аборт. Есть мамы, которые были отвергнуты своей семьей из-за того, что в определенный момент своей жизни они оступились и стали обществом отвергнутыми. И это тоже люди, это тоже души. В ходе визита Татьяна не только поздравила всех с Днем Матери. От своего волонтерского движения «Покровские врата» она привезла еще и ценные, а самое главное нужные подарки – стиральную машину и спортивный тренажер. Это очень приятный и необходимый подарок, отметила организатор проекта. Для меня всегда удивительно, что появляются люди, которых ты никогда не знал, никогда не видел, и вдруг с открытым сердцем и душой приезжают к нам и хотят помочь. И не просто приезжают и удивляются, и говорят, какие мы молодцы, а действительно тут же, без лишних просьб или каких-то, знаете, уговоров, просто сами проявляют инициативу и помогают. Это знает каждая хозяйка, как это важно. У нас много детей, и для нас это всегда острый вопрос. Спасибо за то, что мы теперь будем заниматься спортом. Здоровье – это важно. Да, это важно. И каждая мама, и каждая женщина, когда она сама здорова и радостна, и сильна, то то же самое она может дать своим детям – любовь и заботу, и эту радость. Одним вручением подарков дело не ограничилось. Татьяна Славянска приехала, чтобы начать проведение целого курса лечения от зависимости при помощи вокалотерапии. Вокалотерапия – это достаточно известная техника, но у меня специально отработаны такие упражнения, такие пункты, где люди могут ментально прокачать свое сознание. То есть всем же понятно, чтобы от зависимости избавиться, нужна духовно-личностная работа. То есть надо мозги человека прокачать, обнулить его ментально. Поэтому я создала такой комплекс упражнений, основанных на дыхании, на определенных звукоизвлечениях, даже движения. Они порой кажутся детскими, какими-то непосредственными, веселыми. Но именно эти упражнения, если их делать регулярно, то, конечно же, они дают очень шикарные результаты в плане обновления, именно ментального обновления личности. Татьяна особенно отмечает универсальность вокалотерапии. Она помогает не только для избавления от наркомании или алкоголизма. Зависимость – это сейчас очень серьезная проблема в обществе и в институте семьи даже. Зависимость – это не только алкоголизм и наркомания. Это игромания, это клептомания и вообще очень много мании сейчас в современном обществе. Поэтому проблема зависимости, она должна решаться, я считаю, именно вот такими точечными моментами. Неважно совершенно, какой зависимостью страдали либо страдают люди. Эта авторская методика рассчитана на обновление, то есть на прокачивание ментального состояния любого человека и восстановление его психологического здоровья. Татьяна уже давно успешно применяет вокалотерапию. В том числе и для избавления от очень тяжелых форм наркомании. Сейчас молодежи очень много на синтетике, которые сидят, им тоже помогает эта методика. Хотя там психоневрология очень серьезный отпечаток накладывает на психоневрологию, так правильнее. И есть люди, которые 20 лет употребляли героин, то есть люди восстанавливаются, занимаются. Да, есть реальные случаи, конечно, называть я их не могу, я с ними работаю анонимно. Но таких клиентов у меня только 28 человек. Сразу же Татьяна Славянская приступила к самой вокалотерапии. Начали, естественно, с теории. Дело в том, что можно просто петь, это одна история, а можно правильно извлекать определенные звуки. То есть есть звуки шипящие, те, которые активные, такие как ма, ррр, вот эти, да, все звуки, они помогают нам, знаете, что делать? Внутри нас происходит лицеральный массаж, то есть внутри происходит вибромассаж. Ну а затем настало время практики. Со стороны напоминало занятие начинающих певиц с опытным педагогом по вокалу. С первого занятия эффект, конечно, виден не будет. Как и в любой другой терапии, здесь важны регулярные занятия. Сначала частые, а затем можно будет уже избавить темп. То есть нужно обязательно их делать каждый день, несколько раз в день. Естественно, потом срабатывает элементарный эффект накопления ментального. И мы уже просто поддерживаем то, что в нас произошло, так скажем, да. То есть все есть привычка. Привычка формируется от 20 до месяца, да. Ну, среднестатистическая привычка. Поэтому для того, чтобы новую привычку сформировать у зависимых мамочек, да, или те, кто был в зависимости, необходимо вот это количество времени. То есть месяц они должны два раза в день делать эти упражнения. А потом уже будет эффект, да, уже следствие. Ну, они будут, во-первых, сами видеть эффект от этого всего. И смогут просто, ну, раз в неделю, даже раз в неделю заниматься этим комплексом. И этого будет достаточно, чтобы себя поддерживать в форме. По завершении первого для этих молодых мам занятия вокалотерапии настало время песен. Ведь Татьяна, как автор-исполнитель, вернувшись на сцену, вновь радует своих зрителей новыми произведениями. А ты скажи ему, живи, живи смерти вопреки, живи от большой любви, живи, мой малыш, живи. А ты скажи ему, живи, живи смерти вопреки, живи от большой любви. Прости, мой малыш, прости, Господь, да в тебе утешение, твоей любви продолжение. А еще у Дома матери и ребенка появляется помощь в виде нового ресурса. Татьяна Славянская, которая в столице возглавляет волонтерское движение «Покровские врата», объявила о создании в Тверской области добровольческого проекта «Матушка Тверь». Его возглавила Марина Веселова, которая сама воспитывает четверых детей. В качестве руководителя волонтерского движения я хочу объединить многодетные семьи Тверской области и плотно сотрудничать с такими же волонтерскими движениями, как наши, с благотворительными фондами, с общественными организациями и, конечно, с органами власти. Вот больше года, практически со дня основания Министерства демографии и семейной политики Тверской области, мы активно с ними сотрудничаем и с удовольствием, с большим удовольствием принимаем участие во всех предлагаемых ими проектах. Вот таким выдался этот день в доме матери и ребенка «Жизнь одна». Татьяна Славянская приедет сюда еще не один раз, так же, как и в Тверь. 22 декабря в клубе «Биг Бен» у нее состоится благотворительный концерт. Все собранные средства пойдут на благо Верхней Волжи, которому очень повезло, что здесь живут такие люди, как Анна Орлеанская, Марина Веселова и многие другие, делающие все, чтобы у этих малышей детство прошло вместе с мамой. Редактор субтитров А.Семкин